В эфире программа День Города в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите елочка-гарем, как и где выбрать новогоднюю красавицу. В этом году салат оливье обойдется рязанцам дороже, чем в прошлом. Сжечь отраву. Рязанский наркоконтроль избавился от вещественных доказательств, проведя традиционную процедуру уничтожения наркотических веществ. И обо всем подробно. В Рязани открылся новый корпус ведомственного госпиталя, полностью оснащенные 26 кабинетов и залов, готовы к работе. Установлено высокотехнологичное оборудование и новейшие медицинские приборы. Подробности с церемонии торжественного открытия у Ирины Ковалевой. Во вторник 22 декабря в Рязани открыл в свои двери новый лечебно-реабилитационный физкультурно-оздоровительный корпус медсанчасти управления МВД России по Рязанской области. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Аркадий Гостев, который отметил, что необходимость открытия подобных учреждений обусловлена целым рядом причин. Первая идея это то, что сама по себе судьба в органах внутренних дел к сожалению связана с ежедневным риском, риском для жизни, для здоровья. И мы практически ежегодно констатируем то, что нам приходится терять наших коллег, наших товарищей. За 11 месяцев 2015 года погибло 85 человек товарищей. 3898 получили ранения. Это только при исполнении служебных обязанностей. Поэтому это одна из основных причин того, почему мы уделяем особое внимание вводу в действие строительству, в котором мы здесь живем. Также здесь смогут получать все необходимое медицинское обслуживание семьи сотрудников МВД и ветераны, которые нуждаются в особым внимании. Аркадий Гостев вручил работникам учреждения ключи от служебных автомобилей, а после того, как была перерезана символическая красная ленточка, вместе с другими гостями осмотрел лечебные кабинеты. Среди них кабинет нейрофизиологического исследования и нейростимуляции, тепловедения и биомеханики. Все это позволит повысить мощность госпиталя регионального МВД, расширить спектр реабилитационных методик и улучшить условия пребывания пациента в стационаре. Высокотехнологичное оборудование и новейшие медицинские приборы, установленные в госпитале, произведены по системе импортозамещения на отечественных предприятиях. Вот уже 65 лет ВУЗ международного уровня, находящийся на Рязанской земле, выпускает лучших специалистов, которые в дальнейшем работают по всему миру. Наша гордость Рязанский государственный медицинский университет вчера торжественно отметил свой день рождения. Побывала на мероприятии Оксана Тебенихина. Ровно 65 лет на Рязанской земле. Единственный медицинский ВУЗ региона отметил знаменательную дату 22 декабря. Руководящий преподавательский состав, студенты и выпускники собрались в актовом зале медико-профилактического корпуса, где их поздравили представители региональной власти. Награды вручил губернатор Олег Ковалев. ВУЗ пользуется большим авторитетом, имеет высокий рейтинг и самое важное, и самое главное, наверное, это высокое качество образования, которое он дает своим студентам, своим выпускникам. ВУЗ известен всей России своими знаменитыми выпускниками. В разное время его окончили известные ученые, медики, заслуженные деятели науки Российской Федерации Анатолий Леонидович Гуща, Юрий Борисович Кириллов, Анатолий Федорович Белов, многие высокопрофессиональные и опытные врачи, которые обязаны жизнью и здоровьем тысячи наших сограждан. Сегодня Рязанский медуниверситет продолжает и развивает лучшие традиции прошлых лет, активно повышает качество образования. Подавляющее большинство лидеров рязанского здравоохранения получили образование именно в этом ВУЗе. Один из лучших в стране медицинских ВУЗов появился на нашей земле после того, как 3-й и 4-й Московские мединституты объединились. В год празднования столетия академика Павлова по просьбам трудящихся новые крупные учебные заведения перевели в Рязань. Символично, что свое 65-летие на рязанской земле университет отмечает в преддверии новогодних праздников, а это значит, что пора подводить итоги завершающегося года. Итогов много, но самый главный итог, что университет важен, университет нужен региону, университет качественно работает, готовит специалистов и в масштабе Рязанской области, в масштабе России, я не побоюсь этого слова в мировом масштабе, это, наверное, главный итог. Итог того, что мы стабильны, что мы уверенно смотрим в будущее, что наши преподаватели желают работать, сотрудники желают работать, а студенты со всей России, абитуриенты, едут к нам учиться. Наша география действительно сейчас бескрайняя, и мы этому очень рады, мы этим гордимся. За годы работы из Тен-Рязгом МОУ выпустились светила медицины региона. Сейчас они возглавляют отделение клиника больниц Рязани и области, ведут научную и профессиональную деятельность. Среди выпускников медуниверситета и нынешний министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Я гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я являюсь выпускником нашего вуза. И сегодня здесь около 20 главных врачей пришли по своему, так сказать, душевному позыву, потому что действительно они все практически тоже являются выпускниками нашего вуза. Сейчас уже наши многопрофильные больницы, к счастью, не испытывают уже кадрового голода врачебного. Скажем так, уже у нас заполняемость и штатное расписание заполнено уже близко к 100%. Самое главное, чтобы эти проценты перешли в качество, чтобы эти ребята, которые пришли работать, стали классными специалистами, заменили ту великую приятную достойную хирургу, преподавателю, которые их обучили, которые их выучили, которые их выпустили. В течение последнего месяца в РязГМУ проходили различные конференции, соревнования, спортивные праздники. Даже открыли Стеллу с признанием в любви в вузу. И праздничный концерт поставил логическую точку юбилейным мероприятием. Теперь руководство вуза готово продолжить активную работу, чтобы прийти к 70-летнему юбилею с еще более впечатляющими результатами. Итоги года подводятся сейчас везде. Региональный наркоконтроль не исключение. Рязанские наркополицейские сегодня уничтожили более центнера вещественных доказательств, проведя традиционную процедуру сожжения наркотических веществ, на которой поприсутствовала и наша съемочная группа. Сотрудники регионального наркоконтроля провели последние в 2015 году уничтожение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота. Ликвидированная партия оказалась крупнейшей за последние годы. Ее масса составила без малого 116 килограммов. Данная партия, сформированная, состоит из, общая масса составляет почти 116 килограммов и состоит из наркотиков 19 наименований, таких как каннабиноиды, героин, синтетические наркотики новых видов, ЛСД и так далее и тому подобное. Данные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота у лиц, которые занимались поставками и избытом на территории региона героина и синтетики, наркоизготовителя и так далее. Так, одним из наиболее резонансных является уголовное дело в отношении пятерых участников организованной группы торговцев синтетикой. В ходе операции по пресечению их деятельности сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 2 килограммов 200 граммов сильнодействующих наркотиков. Октябрьским районным судом приговорены к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Все эти лица занимались поставками и избытом на территории региона так называемых спайсов. Региональное управление ФСКН ежемесячно проводит уничтожение наркотиков, являвшихся вещественными доказательствами по уголовным делам. В течение 2015 года в общей сложности было сожжено около 200 килограммов запрещенных веществ. Конечно, каждый житель нашей страны от малой до великой с нетерпением ждет новогодних праздников. Кто-то из-за подарков, кто-то из-за выходных и каникул, но объединит каждую семью в эту ночь несомненно праздничный стол. Каждый уважающий себя домохозяйка заранее тщательно планирует набор блюд, составляет списки покупок. Только вот в этом году что-то цены стали кусаться даже на те продукты питания, которые мы уже не глядя кладем в корзину. Такие как колбаса, сыр и яйца. В какую же сумму обойдется праздничный стол для среднестатистической рязанской семьи, узнаем из следующего сюжета. Новый год не за горами, и рязанцы уже начинают готовиться к празднику. В магазинах можно увидеть покупателей, в отделах подарков, новогодние атрибутики, фейерверков и, конечно же, возле продуктовых полок. Продавцы предостерегают, что нескоропортивающимися продуктами лучше запастись впрок, дабы не стоять в очередях в последние минуты перед боем курантов. Мы решили проверить, во сколько среднестатистическому рязанцу обойдется, ну скажем так, бюджетный новогодний стол. В нашу корзину мы положили шампанское детское 109 рублей, нарезочка колбасы 84 рубля, килограмм мандарин, они нам обошлись в 119 рублей, баночка икры лососевая, зернистая, в классической баночке, она обошла в 228 рублей. И какой же новогодний стол без селедки под шубой, он нам обошелся в 87 рублей. Посмотрим, сколько получилось в общей сложности 627 рублей. По информации Росстата, дороже всего россиянам обойдется икра лососевых. Стоимость этого деликатеса составляет в среднем около 3000 рублей за килограмм. Чуть дешевле для семейного бюджета станут соленые и копченые лакомства из рыбы. За килограмм таких продуктов придется заплатить порядка 1320 рублей. Замыкает тройку дорогостоящих продуктов к новогоднему столу коньяк. В среднем цена за литр этого алкогольного напитка отечественного производства составляет 1260 рублей. Впрочем, не до шика. В этом году многие рязанцы планируют отметить Новый год без излишеств. К новогоднему столу, ну где-то тысячи полторы, потому что я одна живу, тысячи полторы. Шампанское, конфеты, фрукты, вот такое, икра, баночка икра. А так обновляю, каждый Новый год обновляю елочные игрушки, что-то оригинальное хочется купить. Это все как традиционно, оливье, мандарины, шампанское. Ничего такого необычного в этом году пока я не планирую. Ну да, стол обязательно накрывать. А что там будет? Ну там много чего будет. Салаты, алкоголь. В новогоднюю потребительскую корзину от Растата по традиции входит 23 наименования продуктов. Это копчености, соленья, бакалейные продукты, курица, говядина, сладости, также сок, вода, шампанское и коньяк. Именно на эти продукты самый большой спрос перед праздником. В Федеральной службе статистики рассказали, что стоимость праздничного застолья в сравнении с Новым годом 2015 в 2016 вырастет на 28%. Каждый россиянин потратит на продукты в среднем 5790 рублей. Рязанцы выбирают и несут домой новогодние ели. В городе вовсю уже работают елочные развалы. Ажиотажа пока нет, но торговля идет бойко. К главному атрибуту новогоднего праздника приценилась и наш корреспондент. В планах у погоды, похоже, пока нет стремления подарить горожанам новогоднее настроение. На улице грязь и слякоть. Тем не менее, календарь показывает стремительное приближение Нового года. До праздника осталась всего одна неделя, а значит, самое время подумать о главном символе – новогодней ели. Мнения рязанцев разделились. Кто-то категорично против вырубки живых деревьев и предпочитают искусственные. Кто-то, напротив, не представляет Новый год без аромата живой ели. Искусственные. А мы природу оберегаем. И потом я в детстве в деревне вырос. Мы там всегда натуральные. Надо быстро осыпаться. Так что мы за природу. Искусственные очень. А потому что не хочу такую елку. Мне жалко. Она осыпается. Не осыпается раз, и зачем портить елку? Нет, только искусственные. Живую. Потому что приятно, пахнет, потому что красиво и долго держится. Мы в лесу выросли. Даже елка у нас обычно была в клубе, в школе. А так, чтобы в каждой квартире елку наряжать, мы не наряжали. Тогда в то время не было искусственных елок. Сейчас искусственные, да. Но мне жалко их. Для тех, кто все же собирается украшать живое дерево, в городе работают два десятка елочных развалов. Однако на деле оказывается, что торговых точек гораздо больше. Как правило, несанкционированные места продаж елок можно отличить с первого взгляда. Деревья здесь валены хаотично, ведь облагораживанием точки заниматься некогда. Незаконно срубленные елки и сосны нужно скорее продать. К оформлению же официальных торговых площадок предъявляют довольно жесткие требования. Так, на каждую срубленную ель должен быть документ, а деревья должны быть выставлены на базаре так, чтобы не мешать и уж тем более не угрожать безопасности людей. Ну вот они все продемонстрированы тут, в принципе, что вот, допустим, во-первых, улица, откуда мы это берем. Погода такая, как бы, не праздничная. Если бы хотя бы снежок немножко, то бы продавалось бы побольше, конечно. Но, конечно, сейчас поменьше, покупки поменьше сейчас. При выборе новогодней красавицы первое, на что стоит обратить внимание, цвет. У свежесрубленного дерева он насыщенный. На срезе нет темной каймы. Предпочтение к сроку службы уже на выбор клиента. Еля обыкновенная остается свежая недолго, около двух недель. Сосна простоит гораздо дольше, да и ухаживать за ней проще. Все ели на развалах отечественные. Цена совсем не колючая, от 500 рублей за метр. По сравнению с прошлым годом она почти не изменилась. Ну а тем, кто с покупкой не торопится, есть смысл подождать. Как правило, чем ближе празднику, тем дешевле новогодние деревья. И настоящее предновогоднее чудо случилось сегодня в нашем городе. Над Рязани взошла радуга. Примерно в 12.45 она стала довольно заметна в центре города. Ученые объяснили, что время года для появления на небе радуга может выбрать любое, вопреки убеждению, что радует она землян лишь летом. Как бы то ни было, неожиданная приятность однозначно подняла рязанцам новогоднее настроение. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа День города прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Живой комплекс Вива. Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова